МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Канаде увеличивается риск повреждения посевов из наводнений. Осадки в виде снега в конце сезона и морозная погода задержали начало весенних полевых работ. В Манитобе соскочеваний, которое суммарно производит около 60% урожая пшеницы, за полгода выпало как минимум на 15% больше осадков, чем обычно. А вот обычный весенний посев в Канаде начинается в апреле. Однако в этом году начало посевных работ задерживается на один месяц. На некоторых полях толщина снега еще недавно составляла до 30 сантиметров. Кроме того, недавнее похолодание стало причиной замерзания реки и водоемов. В связи с этим сроки посева яровых культур в Канаде сокращаются, что создает риски для развития вскодов позднее в этом сезоне. 19 марта текущего года правительство Канады прогнозировало рекордный урожай зерна в стране на уровне 28 миллионов тонн против 27 миллионов тонн в прошлом году. Основанием для увеличения урожая было ожидание расширения посевов на 5,8% в год. По мнению независимых аналитиков, данный прогноз базировался на ограниченных данных относительного влияния погодного фактора. Так, в Западной Канаде большой снежный покров в этом году создает большие неопределенности и относительно состояния посевов и пощадей самого села. Пишите письма мелким почерком. Почта Канады переживает далеко не лучшие времена. Когда вы в последний раз отправляли настоящее письмо, написанное на листе бумаги, вложенное в конверт? Дело в том, что для большинства канадцев подобный вид связи становится анахронизмом. По данным Почтового управления Канады, в 2012 году количество писем сократилось на 6,5% в сравнении с предыдущим годом. Вчера организация опубликовала пресс-релиз, в котором упоминается, что в 2012 году канадцы отправили почти на миллиард меньше писем, чем в 2006. Главная причина резкого спада популярности бумажной корреспонденции и писем вполне понятна. Традиционной почте просто нечего противопоставить скорости и удобству электронной почты. Хотя почта не остается в убытках и получает прибыль с пользователей интернета. Несмотря на то, что количество писем стабильно сокращается, количество посылок и бандеролей стабильно растет. Причина данного явления – развивающийся интернет-шоппинг. В 2012 году его оборот увеличился на 6,7%. В связи со сложившейся ситуацией, почте Канады придется изменить ценовую политику в отношении своих работников и искать новые возможности для развития почты, чтобы соответствовать требованиям граждан страны, сказано в пресс-релизе. Что это принесет почтальонам и сотрудникам почтовых отделений, вполне понятно. Сокращение размеров зарплат, изменение пенсионных планов и сокращение льгот. В ближайшее время будут известны детали нового финансового плана организации. Согласно новым данным Канадской ассоциации риэлторов, продажи жилья в Канаде в марте существенно выросли по сравнению с февралем текущего года, хотя и оставались на уровне ниже, зарегистрированного в марте 2012 года. За счетный период число домов, проданных через систему МЛС, увеличилось на 2,5% на месячной основе. Рост продаж наблюдался на большей части канадских рынков недвижимости. По продажам жилья из старых рук лидирует Ванкувер, Фрайзер-Вэлли, Калгари, Торонто и Монреаль, Хамилтон и Берлинтон, ну и Кичнер и Ватерлук. Эксперты не теряют надежды, что тенденция продолжится и в следующие месяцы. В то же время показатель продаж домов марта 2013 года через систему МЛС оказался на 15% ниже уровня марта 2012 года. Между тем, снижение наблюдалось практически на всех рынках недвижимости страны. Самая большая разница в мартовских показателях 2012 и 2013 года была зарегистрирована в Большом Ванкувере, Калгари, Монреале и Квебеке. Экономисты продолжают следить за годовым падением продаж, но не считают это явление исключительным, поскольку процесс вызван уже значением правил выдачи моргиджей и кредитования в целом. Средняя цена дома в Канаде в марте 2013 года составила 379 тысяч долларов, что на 2,5% выше, чем в марте прошлого года. Дома в Ванкувере и Торонто продолжали оставаться наиболее привлекательными для покупателей, отчего годовой рост в этих канадских мегаполисах был самым высоким – 4%. Компенсировали этот быстрый рост медленно поднимающиеся цены в Калгари и Эдмонтоне на 2% соответственно. Пенсионерам придется заново сдавать экзамены на вождение. Не секрет, что три четверти канадцев в возрасте от 65 лет имеют водительские права. И в ближайшем времени пенсионерам придется заново сдавать экзамены на получение этих самых прав. Исследования показывают, что чем старше водитель, тем непредсказуемее его поведение на дороге. Более того, пожилые автомобилисты являются второй категорией риска, по вине которой происходит большинство аварий в стране. Конечно же, правительство не может просто взять и решить прав всех людей преклонного возраста. Подобная дискриминация никогда не станет политически популярной. Политики пришли к некому консенсусу. Скоро водителям, достигшим 80-летнего возраста, будет необходимо заново пройти экзамены на подтверждение способности адекватно вести себя на дороге. По мнению экспертов, это обновление может вступить в силу в Онтарио до конца текущего года. Тесты будут состоять из проверки зрения и знания правил дорожного движения, а также собственно водительского экзамена. Федерация Хоккея Канады официально объявила о том, что главным тренером кленовых листьев на предстоящем чемпионате мира в Швеции и Финляндии будет экс-наставник Баффала Линди Раф. Напомню, что 53-летний специалист был уволен из Баффала в феврале этого года, проработав с командой 15 лет. Он входил в тренерский штаб Олимпийской сборной Канады, завоевавший в 2010 году золотые медали Игры в Ванкувере. Стоит также отметить, что Раф уже занимал пост главного тренера сборной Канады. В 2009 году канадцы под его руководством дошли до финала чемпионата мира в Швейцарии, где уступили сборной России. На этом все события на этот час. С вами был Слава Кос и Алиса Некрасова. Новостная служба Радио Торонто. Самые свежие новости на нашем сайте radiotoronto.fm и свежая музыка. Всегда будет приятной вам дороге. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова